Молодой Илья Кутепов, который уже сыграл встречу против Урала И был мяч, который был забит в той встрече Но, естественно, мысленно тренировка тоже существует Но с появлением промеса, конечно же, у Спартака появился основной генеральный вариант И вот он, прямой, возможно, удар поворотом даже под таким углом Очень интересный разбег У Квинси мяч выдает сетку ворот Счет открыт Вот московский Спартак на шестой минуте выходит вперед благодаря стандартному положению Все обнимают Квинси Возможно, мяч отскочил и от игрока Терека Вот удар Квинси Это автогол Олега Иванова Там был рикошет Не Олега За Олегом это Адилсон, я так понимаю, еще рикошет Боже мой, тут очень сложно разобраться И Зелуиш поучаствовал Адилсон понура, да, посмотрел на эпизод Акцент был на Олеге Иванове Мимо него мяч пролетел В Спартаке, пожалуй, за много лет впервые появляется с российским паспортом центральной защитой Давно не было такого, я не могу вспомнить Сергей Прызгалов был Совершенно верно, но он тоже играл иногда и на позиции края Ох, такой гол! Олег Савдинсон сравнивает шок Вот это удар! Немножко, по-моему, проспал Сергей Артем Рыбров Ну и все остальные тоже проспали Сергей Прызгалов Свои ворота Разобрались, что нет Вот что делает Паршевлюк? Почему пятится? Почему не поможет? Ну и кто-то был там Ну действительно, он не споряги И еще, по-моему, крохотный рикошет Давай смотреть внимательно От того же Кутепова мяч, по-моему И залетел в ворота 1-1, но у нас результативный футбол На 21-й минуте сравнивающих счет Грозненцы Красивый удар Ближний угол От штанги Очень тяжелый Именно с Мбенго Ну и замена еще одного Спартака Сейчас будет Зуев появится на поле Вместо Евелина Попова Подача Бенгу И Мбенг Бьет через себя Вот такой гол! Феноменальный гол! После которого Мбенг может не вступать Ни в какой прессинг Больше уже никогда Нет, прессинг может вступать Вот на следующих светофорах Светофор, видите, вот на эти фигуры красно-белых, там еще одна замена готова, и Зуев сейчас вступит в игру. Ну, кого еще бросить в игру? Антон Митрюшкин остается в резерве. Евелин Попов заменен, заменен. И сегодня Днис сыграл, а теперь уже последние порядка 10, наверное, минут Спартаку, я не знаю, что теперь держать, что теперь сохранять? Да, наверное, Спартак ничего не сохранял, Спартак просто не играл, нечем ему было играть в полузащите, для того, чтобы мячи доводить вперед, только из защиты в бровь, на двух, на трех, сиротливо.